Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня как бы сегодня не будет укулеле, потому что сегодня мы будем изучать теорию. Нам бы всем по порядку. Поехали! Разбор на укулеле. Если вы смотрели выпуск про бары, то вы понимаете, о чем сейчас пойдет речь. Я тогда упомянула о том, что тот же самый простой аккорд можно построить по всему грифу. То есть поменять его позицию. Ну а как, почему и зачем это строится, я вас буду учить на протяжении двух выпусков. То есть сегодня у нас будет первая часть, во второй части мы будем прям уже практиковаться. Сегодня мы с вами изучим первое, буквенное обозначение аккордов. Второе, что такое диезы и бемоли. Третье, как строятся в принципе у нас ноты на грифе. И четвертое, что такое тон-полутон. Я понимаю, что начинаются какие-то сложные слова, но обо всем по порядку. Сегодня мы это изучим, а во второй части перейдем к практике. Поэтому садитесь поудобнее, берите листочек и ручку, записывайте. Если у вас будут какие-то вопросы, у вас, конечно же, есть раздаточный материал. Или же ставьте на паузу, еще раз пересматривайте, что, зачем. И в принципе вы поймете. Вы уже знаете, что я очень недоступно все объясняю. Поэтому вот трудности же не должно возникнуть, да? Разбор на укулеле. Данную тему сегодня я буду рассказывать вот на вот такой вот клавиатуре. Потому что Дарья переехала и нормального фортепиано, и принтера у нее нет. Поэтому берем от жизни, что дает. Итак, мы поняли, что с уроков музыки нам говорили, что нот всего 7. То есть до, райми, фасоли, си. Но на самом деле их намного больше. И когда нам говорили дора, ми, фасоли, си, они имели в виду белые клавиши. То есть вот такие, да? Те же самые ноты, если что, у нас есть на нашем инструменте укулеле. Но на клавиатуре ярко выражено это все показано. Это у нас самые основные 7 нот. Да, то есть эти 7 нот имели в виду белые клавиши. Но у нас есть еще черные. То есть вот тут 2 черные и тут 3. Итого у нас еще есть каких-то 5 нот непонятных. Нам об этом не говорили. Вот сейчас я как раз об этом-то и расскажу. То есть вот мы знаем, есть 7 нот. Говорим их дора, ми, фасоли, си. Но на самом деле у этих нот есть свое буквенное обозначение. Что чаще всего мы и говорим. То есть когда мы играем какие-то аккорды, подразумеваются именно эти ноты. Обычно вы видели именно буквенное обозначение, а не обозначение при помощи нот. Потому что так удобнее понять. У кого есть музыкальное образование, у кого нет музыкального образования. Все друг друга понимают при помощи буквенного обозначения нот. Что такое, с чем это идёт. Потихонечку давайте погнали. Итак, у нас есть 7 нот. До. И как раз у этих нот есть свое буквенное обозначение. То есть до у нас будет буква с, ре это у нас д, ми это е, фа собственно фа, соль это у нас жи, нота ля это у нас а, и нота си у нас или б или аж. Почему так? Потому что укулеле такой интересный инструмент, что он взял чуть-чуть от одного инструмента, от другого и получилась немножко такая небольшая ванханалия. Но во всяком случае, одну и ту же ноту могут обозначать две разные буквы или б или аж. У укулеле, конечно, принята буква б, но если вы увидите обозначение аккорда как аж, то ничего страшного, это тот же самый аккорд. Поэтому те же самые ноты мы приняли видеть как в буквенном обозначении. То есть си, ди, е, ф, г, а, б или аж. Как легко их запомнить. Если мы начнем считать с буквы а, то у нас получится английский алфавит, то есть а, б, си, ди, е, ф, г. Почему очень важно знать сами ноты и их буквенное обозначение? Потому что у нас будет уже левел выше, что мы понимаем, что мы говорим, потому что часть всего так происходит, что мы знаем аккорд е, а что это за аккорд, откуда, что это за нота, никто толком у нас не знает. Поэтому обязательно выучите эту небольшую таблицу, то есть буквенное обозначение и сами ноты, что это обозначает. И стоит упомянуть строение укулеле. Наше строение укулеле считается как а, е, ц, джи. Причем буква а это самая нижняя струна, по-другому первая. Давайте назовем это обычными нотами, то есть буква а это у нас ля, буква е у нас нота ми, буква с по-другому у нас нота до, и буква джи у нас имеется нота соль. И получается, что первая струна у нас нота ля, по-другому буква а, вторая струна буква е или по-другому нота ми, третья струна у нас буква с по-другому нота до, и четвертая струна у нас буква джи, по-другому нота соль. Это мы поняли с вами. Но также помимо обозначения этой ноты, такой же буквой обозначается и аккорд, что мы обычно и видим, то есть аккорд с, аккорд д, аккорд е. Аккорды у нас бывают несколько видов, то есть у нас есть или мажорный аккорд, или минорный. Как это понять? Все очень просто. Если у нас мажорный аккорд, у нас пишется за главные буквы, то есть аккорд Д, аккорд Е. Если у нас это минорный аккорд, то рядом пишется маленькая буква М, что обозначает, что это минорный аккорд. То есть если у нас будет мажорный аккорд, допустим, ля у нас напишут только так, то есть да, ля мажор. А если у нас ля минор, то соответственно АМ. Вы чаще всего такие видите аккорды, мы их и играем. То же самое с аккордом F. То есть, если у нас аккорд мажорный от F, то есть F мажор. Если у нас аккорд минорный, соответственно, Fm. Это немножечко небольшая теория касаемо аккорда. Перейдем к нотам. Вот, теперь мы знаем, что у каждой ноты есть свое буквенное обозначение. Теперь разберемся, как это все выглядит на клавиатуре. И между двумя вот этими черными клавишами первая самая белая клавиша у нас нота до. Я буду писать это в буквенном обозначении, чтобы было более-менее понятно. Погнали! У нас есть 7 нот. То есть, C, D, E, F, G, A и B. Это наши белые клавиши. Мы поняли, что у белых клавиш есть свое название. Но что делать нам с черными клавишами? Как они-то называются? Вот и тут у нас как раз происходит новая тема, как тон-полутон. Что это такое? Что такое тон? Что такое полутон? То есть, это расстояние от двух нот. Чтобы вам не запутаться и понять, представьте, это как будто целое яблоко. То есть, целое яблоко у нас это тон. То есть, вот это большое яблоко, оно состоит из двух половинок. Две половинки, полутон. И получается, что один тон равен двум полутонам. Давайте это запишем, чтобы понимать, что происходит. То есть, у нас есть один тон. И этот один тон равен двум полутонам. Смотрите, что такое, в принципе, тон-тон? Это расстояние между клавишами. То есть, вот это небольшое расстояние между двумя клавишами. Мы видим, что между нотой до и ре есть целый полутон. Потому что раз полутон, два полутон. Соответственно, между ре и ми есть тоже тон. Раз полутон, два полутон. Между фа и соль тоже есть тон. Между соль и ля целый тон. Между ля и бе, соответственно, тоже целый тон. Да, почему я не взяла расстояние между ми и фа, и между си и до, объясню чуть позже. Понимаем, что один тон равен двумя полутонам. И как раз, если я движусь вверх на один полутон отнутый до, то, если я иду вот так вот, да, то мы попадаем на черную клавишу. И эта черная клавиша у нас уже будет до диез. Или по-другому напишу с диез. Что такое диез? Диез это вот эта вот решетка, которую мы видим, и обычно встаем в ступор. Да, это значит диез. Это значит, что мы ноту повысили на полтона. Напишем, что вот эта решетка у нас называется диез. Да, как бы повышаем ноту на полтона. Отлично. То есть мы ноту до повысили на полтона, мы попали на черную клавишу, и это получилось с диез. По-другому до диез, да. То же самое от ноты ре. То есть если мы ре повысим на полтона, получится, соответственно, ре диез. Да? Вот. Если мы повысим ноту ми на полтона, но мы видим, что нету черной клавиши, поэтому мы попадем сразу на ноту фа. Вот поэтому тут есть небольшое исключение, потому что у нас же нету черной клавиши между ми и фа. Если мы напишем ми диез, то мы подразумеваем ноту фа. То есть вот небольшое исключение, что если я пишу е диез, соответственно, это равно ноте фа. Поэтому бессмысленно говорить, что ми диез, мы сразу говорим ми фа. До, до диез, ре, ре диез, ми, фа. Соответственно, если мы дальше фа повышаем на полтона, получается, что это у нас фа диез. Да? Соответственно, ноту соль повышаем на полтона, у нас получается соль диез. Да? Также повышаем ноту ля, становится у нас эта черная клавиша ля диез. И если мы си повысим на полтона, мы попадаем, опять же, сразу на белую клавишу, потому что, как и в случае сми и фа, тут нет черной клавиши. То же самое, как и сми, да? То есть если я повышаю си на полтона, получается си диез равно ноте до. Это работает в том случае, если мы ноту повышаем наверх. Да? Но мы можем ноту как повысить, так и понизить. И получается у нас уже новая тема, как бемоль. Бемоль у нас пишется, как мягкий знак. Говорится, как бемоль. И значит, что мы ноту понизили на полтона. Мы одну ноту можем как повысить, так и понизить. И поэтому получается, что у черной клавиши есть два названия. Исходя из того, повышаем мы ноту или понижаем. То если я буду понижать ноту Ре на полтона вниз, то эта же черная клавиша у меня уже будет иметь другое название. То теперь у меня это будет называться Ре бемоль. И получается, что черная клавиша имеет у меня два названия. Если я ее повышаю от ноты до, то до диез. Если я понижаю Ре на полтона, получается Ре бемоль. Если я ноту Е, по-другому Ми, понижаю на полтона вниз, то эта черная клавиша у меня будет называться Ми бемоль. То же самое с ноты Фа. Тут у нас происходит исключение, потому что черной клавиши нет. Если я ноту Фа буду понижать, по идее у меня должна быть Фа бемоль. Но мы попадаем на ноту Е. И происходит опять же исключение. То есть если у нас будет Фа бемоль, равно ноте простой Ми. Поэтому чаще всего мы говорим не Фа бемоль, а просто нота Ми. Дальше понижаем ноту Соль на полтона вниз. Получается черная клавиша у нас уже будет иметь название Соль бемоль. Соответственно, если мы ноту Ля понижаем на полтона вниз, получается Ля бемоль. И ноту Си мы понижаем на полтона вниз, то получается Си бемоль. Если мы понижаем ноту До на полтона вниз, по идее она же должна быть До бемоль. Как бы черной клавиши, но у нас черной клавиши нет. Поэтому мы попадаем на ноту Си. И соответственно тоже идет исключение. Если мы имеем ввиду До бемоль, то у нас будет нота Си. И теперь мы понимаем, что у нас существует не только Си основных нот, но и производные. То есть еще плюс 5 нот вот этих черных клавиш. Итого у нас получается, что у нас существует токаство не 7 нот, а целых 12. Теперь в принципе у меня может возникнуть вопрос. Окей, вот тон полтон, Диес бемоль, а зачем мне оно все надо? Я вам отвечу. На самом деле эти знания нам помогут транспонировать аккорды или вверх или вниз. Бывает такая ситуация, что у нас есть цепочка аккордов. Мы начинаем играть. Аккорд дайте все, я знаю, все круто, круто, классно. Но спеть мне это или высоко слишком, что я не могу дотянуть нужные ноты песни, или наоборот очень низко. То есть прям вот сажусь на самые последние ноты моего голоса, что ну не могу я просто-напросто их спеть, потому что слишком мне низко. Поэтому и эти знания нам пригодятся в том, чтобы эти самые аккорды транспонировать в тот анализ, где мне будет удобно спеть. На примере ноты у нас есть цепочка аккордов. Теперь моя задача эти самые аккорды сделать выше на полтона. Чтобы когда транспонируем, не обращайте на маленькую букву М, мы смотрим на вот эти вот ноты. Начинаем с аккорда М. То есть у нас вот есть нота Ля. Ля мы повышаем на полтона, получаем Ля диез. И соответственно у нас теперь будет не АМ, а аккорд А диез. Но так как у нас аккорд же был минорный, то мы ставим букву М. У нас есть нота Соль, или аккорд Соль в нашем случае. Мы повышаем этот аккорд на полтона. И получаем теперь не Соль, а Соль диез. Аккорд ФМ, или Фа минор. И мне нужно этот аккорд повысить на полтона. Как в случае с АМ. Буквку М пока мы как бы закрываем, ее не видим. Повышаем ноту Фа на полтона, получается Фа диез. Но так как аккорд у нас же был минорный, не забываем букву М. И последний аккорд, который мне нужно сделать выше на полтона, аккорд До. Делаем его на полтона выше. Получаем До диез. Или по-другому С диез. То есть исходя из тех аккордов, которые мне дали, я их повысила на полтона. И получилась у меня новая цепочка аккордов. Крут, классно, хард, басно. Теперь я могу сделать то же самое и вниз. Допустим, у меня есть та же самая цепочка аккордов. Слишком высоко. Так получается, что у меня эти аккорды. Я могу сделать ниже. Все то же самое. У нас есть АМ. Ля. Понижаем на полтона. Получается Ля. Бемоль. Помню, что у нас была буква М. Не забываем про нее. Получается у нас новый аккорд. Ля, бемоль, ле. Нота Соль. Мы понижаем ее на полтона. Получается Ж. Бемоль. Нота Фа. Понижаем ее на полтона. Но мы помним, что между Ми и Фа нету черной клавиши. Поэтому сразу попадаем на ноту Ми. И получается теперь у меня новый аккорд. Е, М. Потому что мы как бы потеряли. И последний аккорд. Аккорд До. Поэтому мы можем написать С, бемоль, М. Или же просто написать Б, М. Но тут получается такой момент. Что на клавишах-то понятно все наглядно. Что есть белые клавиши, а есть черные. Поэтому теперь эти знания мы можем перенести на гриф укулеле. Магия монтажа. Теперь же разберем ноты. Как они у нас выглядят на грифе. Помните, я вам сейчас говорила, что можно читать не только по полтонам от ноты до. Можно читать от любой ноты. И как раз нам сейчас эти знания пригодятся. Мы узнали, что строй укулеле. А, Е, С, И, Ж. Где первая, самая низкая у нас нота. Ля. И теперь разберем, как это все выглядят, эти ноты, на нашем грифе. В открытом положении, то есть если мы ничего не зажимаем тут на грифе, то у нас звучит чисто ля. Да? Если мы начинаем зажимать уже на первом ладу. То получается мы эту ноту повысили на полтона. Получилось ля диез. То есть ля. Ля диез. На втором ладу уже будет Си. До. Потому что между Си и До, помню, да? Черной клавиши нет. Поэтому мы сразу Си, До. Далее на четвертом ладу у нас уже будет До диез. Далее Ре. Ре диез. Е. Фа. Так же, да? Как Си и До. Между Ми и Фа. Нет черной клавиши. Сразу Ми. Фа. Далее. Фа диез. Соль. Соль диез. И ля. То есть мы вернулись в той ноте, которая была у нас в открытом положении. Нота ля. И на 12-м ладу, соответственно, тоже нота ля. То есть получилась целая октава. Что касается второй стороны, да? То же самое здесь. Ну, только у нас нота уже будет Ми в открытом положении. На первом ладу у нас будет Фа. Потому что, помню, да? Нет черной клавиши, сразу Ми и Фа. Ага, отлично. Далее. Фа диез. Соль. Соль диез. Ля. Ля диез. Си. До. До диез. Ре. Ре диез. Ми. То есть Ми, Ми. То же самое уже, только у нас от третьей струны. Здесь у нас третья струна нота До. Тут уже прям как учили. До, до диез. Погнали. До. До диез. Ре. Ре диез. Ми. Фа. Фа диез. Соль. Соль диез. Ля. Ля диез. Си. До. И четвертую струна нота Соль. Погнали. Соль. Соль диез. Ля. Ля диез. Си. До. До диез. Ре. Ре диез. Ми. Фа. Фа диез. Соль. Да, это мы шли движением вверх. Если мы будем обратно возвращаться, то теперь у нас будет не знак диез, а бемоль. Давайте с первой струны. То есть ля, ля бемоль, соль, соль бемоль, фа, ми, ми бемоль, ре, ре бемоль, до, си, си бемоль, ля. То же самое от второй струны. Ми, ми бемоль, ре, ре бемоль, до, си, си бемоль, ля, ля бемоль, соль, соль бемоль, фа, ми. Третья струна. До, си, си бемоль, ля, ля бемоль, соль, соль бемоль, фа, ми, ми бемоль, ре, ре бемоль. И открытая нота до. И четвертая струна. Соль, соль бемоль, фа, ми, ми бемоль, ре, ре бемоль, до, си, си бемоль, ля, ля бемоль. И открытая нота соль. То есть как упражнение можете так же делать, как показала сейчас я вам. То есть взять ноту, допустим, первая нота ля, и погнали вслух говоря. То есть ля, ля, де, си, до, и тары, пыры, растопыры. Вот таким вот образом у нас располагаются ноты на грифе. И сразу хочу ответить на вопрос. Многие мне пишут в комментариях, что это за наклейки у меня вот тут на ладах. Отвечаю, это как раз такие шпаргалки, чтобы запомнить, где какая нота находится. Если вы очень долго думаете. Но в принципе сразу не надо все ноты запоминать, да? Чисто для развития в плане будущего, что потом вам понадобится знание ноты, где что находится. Поэтому есть такие шпаргалки, которые клеятся на гриф. Вот таким вот образом они выглядят. Получается, где я что зажимаю, я понимаю, что какая нота у меня находится. Ну, во всяком случае, кому надо, можете заказать, они стоят рублей 30. А так я могу сделать розыгрыш, закупиться вот такими штуками и разыграть среди вас. То есть пишите в комментариях, надо вам такое или нет. Вот все на сегодня. Да, наверное, я очень много информации сегодня дала. Поэтому если вы ничего еще раз не поняли, повторюсь, раздатка есть, пересмотрите, если что-то было непонятно. Но если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите просто меня поблагодарить, то, конечно же, все пишите в комментариях, я обязательно отвечу и прочту. У вас с вами была, конечно же, сегодня Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok